Трик-трак в 12 веке, а в 2023 году Нарды. Название изменилось, но суть игры прежняя. Перегнать свои фишки в дом и скинуть их раньше соперника. Этим и занимались 18 профессионалов медиасферы в первом кубке журналистов по Нардам. В Нарды я пробовал играть, кажется, один раз с родственницей. Я даже не помню правила. Но когда вот это предложение поступило поучаствовать в таком турнире, я сразу же согласился, потому что это интересно, это очередная возможность встретиться с друзьями, с коллегами в неформальной обстановке. Но перед турниром читал правила? Нет, не читал. Для таких, как Алексей, правила разложили на пальцах перед турниром. Специальный мастер-класс провели представители армянской диаспоры. Считается, что они самые нардоиграющие люди. Собственно, и турнир прошел в их центре. Понять специфическую игру сходу удалось не всем. Забывшим тут же дружно помогали соперники. По правилам турнира каждый участник должен был поиграть со всеми оппонентами. Игры проходили на 10 досках сразу. Скоро проверка шла не только на мастерство, но и на выносливость. Партии были настолько напряженными, что турнир затянулся на 8 часов. Популярность по всему миру нарды имеет и в России, и на Капказе особенно. Это очень интересная, азартная игра. К финалу остались самые стойкие победу. Кстати, одержала единственная женщина в турнире. Специалист по связям с общественностью Общественной палаты края Юлия Дягилева. Победительница получила медаль, кубок и спецприз призные нарды. В Краевом Союзе армян пообещали, что еще не раз пригласят журналистов на свои турниры. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.